Кризисы в жизни лидера или процесс освобождения от анарха, анархов и мрития. Подготовьте, пожалуйста, свои вопросы, если у вас есть на эту тему. Мы можем начать с этим. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 уровней разного звена. И вообще говоря, конечно, название темы, я бы сказал, что оно немножко некорректно, в том смысле, что подразумевается, что у лидера кризисов не должно быть общество. Это как раз тот, кто должен быть выше кризиса. Потому что, если мы говорим о каких-то кризисах, что такое кризис? Кризис так означает, что обнажились какие-то материальные привязанности, какие-то сложности. Мы сейчас под кризисом не имеем в виду физическую болезнь, это у каждого всякое может быть. Мы имеем в виду кризисы имеются вот такие внутренние, духовные. То есть, когда выясняется, что лидер, может быть, не в полной мере укрепился, утвердился в духовной жизни, не является, так называемым, брахманишка. Брахманишка, означает, стоит на духовной платформе полностью. Вот его трудно, скажем, какими-то материальными влияниями как-то его сбить, сдернуть. Вот поэтому. И мы знаем, что как раз эти вещи, они происходят в кризисе этой сфере, когда человек еще не прошел этап анартхо-негритика. То есть анартхи – это наши привязанности к материальному миру, который мы принимаем за плаги, которые являются на самом деле врагами нашей духовной жизни. Вот. И если человек не прошел этот процесс анартхо-негритики, тогда он естественным образом подвяжен кризисам. А если он прошел этот процесс анартхо-негритики, и находится на уровне нишки, то есть твердости, тогда он защищен в большей степени этой вещи. Если он уже достиг вкуса ручьей, вкуса в духовной жизни, тогда он еще больше защищен и так далее. Вот. То есть чем, скажем так, чище сердце человека, тем, естественно, он меньше подвяжен кризисам. И поэтому кризис жизни лидера обозначает, что лидер, который, скажем так, настигает некий кризис, он является лидером таким достаточно, может быть, номинальным. То есть еще не по, может быть, внутренним своим качествам он лидер, а может быть, он лидер по карме. Потому что он знает, что есть у людей определенная гуна-карма, а есть люди с такой очень активной природой, и когда появляются какие-то люди другие, менее активные по природе, они говорят, вот, вот, давай ты будешь у нас главным, давай, вот, ты все организовывай, ты будешь отвечать, а мы за тобой будем идти, мы тебе будем помогать. Вот. То есть люди в массе своей ведомы. Поэтому им нужны какие-то ведущие, вот, лидеры такие, пассионарии, люди огня с такой природой. Вот. Огонь – это то, что дает нам свет и тепло, ведь он – это свет и тепло. Вот. Поэтому лидер – это те, от кого исходит определенная тут энергия, энергия такая, вот, света, энергия, тепла, и все вокруг них начинают пушковаться, вот это лидером называется. И люди ищут у таких людей защиту, совета. Иногда им даже достаточно убежище просто, вот, знать, что у меня есть, там, не знаю, там, наставник, учитель, просто даже, вот, изображение где-нибудь, там, на столике или на стенке. И вот человек знает, вот это мой духовный учитель. Пускай он даже, может быть, с ним толком-то и не общался никогда, но вот ум его спокоит, что у него есть кто-то, там, вот, за кем он тоже идет. Может быть, это отношение со всеми учителя и ученика, может быть, это отношение кумира и фанов, неважно что. То есть, по меньшей мере, даже на таком уровне человек чувствует, что у меня есть на кого ориентирует. Вот это вот мой герой, это мой, так сказать, идеал, это мой наставник, учитель, это мой лидер, все. Я вот чувствую, что, когда как-то, вот, где-то как-то я его слышу, и как я его вижу, чувствую защищенную. То есть, уже он, существо, как маленькое, в частичке, ему нужно. Вот, и поэтому на лидеров возлагают большие надежды, это естественно. Но, как я сказал, здесь можно оставить лидера двумя способами. Идеальный способ – это когда у человека может быть в бок армии, если какие-то хорошие лидерские качества, и плюс они еще поддерживаются его внутренней чистотой, тогда это идеальное сочетание. А если у человека внутренней духовной готовности еще чистоты не хватает, то есть, он еще пока не прошел ступень анах, но при этом он по природе, по своей гонокарме, он харизматичный такой, активный, умеет как-то с людьми строить отношения, то есть, хорошая лидерская карма, но чистоты еще, может быть, не хватает, он может оказаться в положении лидера именно не по духовной причине, а по материальной причине. И бывает, что не всегда и не сразу нужно понять, по какой причине человек оказался в лидерской позиции. И это создает некоторый процент риска, вероятность того, что если человек просто имеет хорошую карму, хорошего начальника, лидера, но при этом не хватает чистоты, это обозначает, что в процессе его лидерского служения он может столкнуться с определенными соблазнами, которые могут как-то его немножко сбить с толку. Потому что лидер – это человек, которому, как правило, доверяют, его уважают, может быть, его делают ответственным за какие-то там ресурсы или даже финансы, или там какие-то у него, может быть, немножко привели бы ровное положение или что-то еще. И если внутренней чистоты не хватает, если человек на 108% не стал еще слугой внутри себя, то есть он в анархии обозначает, что он в той или иной степени считает себя господином. По-разному, скажем, в разных, я потом о них коротко скажу. А освобождение от анархии, оно и характеризуется тем, что человек, независимо от того, в каком он положении руководитель или подчиненный, он считает себя слугой. То есть его невозможность этого положения не освободиться в идее искужения. Вот тогда вот эти соблазны, они его, как правило, не затрагивают. Даже если он что-то чувствует, по меньшей мере, у него есть внутренняя сила как-то вот эти вещи все контролировать. Может быть, он не является уптом Адхикари, чистейшим, скажем, преданным. Но, по меньшей мере, если это Мадьяна Адхикари, Мадьяна Адхикари – это преданный среднего уровня, который прошел в основном вот эту вот сферу анарха, анарха-гибриде, то есть эти вот самые такие турбулентное такое, так сказать, время, когда выбор в сердце человека, он еще решает, где он, с кем он, как он, в материальной природе или в духовной природе. Он еще вроде бы как разум понимает, но какие-то силы из материального мира могут его еще удерживать, то есть пока в таком еще положении находится. И в этом случае риск какого-то кризиса может оставаться. Поэтому всегда есть какая-то определенная опасность, какой-то риск злоупотребления полномочиями, ресурсами, дарением людей и так далее. И если такие вещи происходят, не дай бог, то это, как правило, большие неприятности вызывает. Тем более общество Вайшнауф сравнительно небольшое. Все лидеры, они, так сказать, более-менее на виду, люди известные. Поэтому если что-то, так сказать, происходит, то сразу как-то это все быстро становится известным и начинается определенная сложность. И особенность еще общества, в частности нашего общества, в общем-то любого духа, общества состоит в том, что у нас особенность, потому что зависимость от лидеров, она очень высокая. И с этим поделать практически ничего невозможно, потому что такова традиция. То есть мы приходим, и через какое-то время мы узнаем, что вот есть старшие, там, вен храм, венами святарь, какие-то старшие профорейники, духовные джиньи, джиньи, саньяси. И мы узнаем о том, что вот служение старшим, какое-то вот правильное общение с ними – это, фактически, наш путь очищения. И через какое-то время каждый предатель, который не так просто пришел, ушел, посмотрел, послушал, а тот, кто как-то действительно вписывается в процесс, он начинает искать вот это убежище, где у кого с кем-нибудь, как наставником, учителем и так далее, подпочиня того, чтобы я буду заниматься служением – это естественный процесс. Вот. Но, с другой стороны, если вот сама структура деятельности общества связана с такой сильной зависимостью от лидеров, а лидер попадает в это положение, допустим, не вследствие своей духовной квалификации, а вследствие своей какой-то такой лидерской кармы, вот, то с течением времени что-то там где-то, по-моему, выясняется, проясняется, и начинаются там какие-то разочарования и так далее. Вот в этом определенная сложность присутствует. Есть разные люди, которые предлагают разные пути, не всегда корректные, допустим. Наверняка вы слышали, так сказать, о таких людях, которые, значит, ну, учитывая определенные сложности, вот, как раз, со статуса лидеров в УСКОН, вот, они говорят, что вот не надо ничего такого, вот есть Шива Пакупада, вот он у нас идеальный лидер и все, вот, давайте все, так сказать, вот мы станем его учениками, вот, вот, и все будет у нас хорошо, и начинает там приводиться аккуратно в статистику и прочие-прочие вещи, и, ну, кто-то думает, да, действительно, может быть, в этом какое-то решение. Вот, но при всей своей такой внешней простоте очевидности, это немножко мертворожденное решение, потому что все-таки живым людям нужен живой люди. Вот, это ни в коей мере не ставит своей целью там как-то преуменьшить значимость авторитета Шивы Пакупада, и он, как был, так и остается нашим основателем Ачаре, главным Ширша Гуру, его книги, его наставления, но, тем не менее, живому человеку нужен живой повод, поэтому от живых лидеров, да, никуда не деться, вот, а единственное, это то, что требуется определенная квалификация. Шиман Бхагава там есть один довольно-таки жесткий стих в пятой песне, пятая глава, если не изменять память, там это наставление Ришабха Дева своим ста сыновьям, вот, и он там прямо говорит, «Гуронна сасиад, питонна сасиад, сваджануна сасиад», то есть не становись ни учителем, не становись ни отцом, ни матерью, ни каким там нелидером, не почитаемым Богом, если ты не можешь освободить своих подопечных, как освободить? Ни скруга рождения, ни смерти, ни много, ни мало. То есть очень такие, я бы сказал, высокие предъявляются требования, ну понятно, к учителю понятно, да, но даже там говорится, что отец, мать, в общем-то, достаточно оказалось бы рядовые роли, да, вот, мало кто может быть из нас играет роль духовных учителей, но отец и мать достаточно распространенная роль, но там даже на эти роли распространяется вот такое жесткое утверждение, что, значит, не становись даже ни отцом, ни матерью, не принимающим поклонение полу Бога, если ты не способен освободиться, и почему? Ну, тогда возникает вопрос, ну извините, такие высокие ожидания, ну что же тут делать, вот, как нам быть? То есть очень высокие требования к лидерам. Может быть, решение лежит немножко в другой сфере. На лидерах, лидерам было бы значительно проще, и проблем было бы значительно меньше, если бы лидеров было больше, и, так сказать, нагрузка на них была меньше. В этом лежит одно из решений проблем, потому что, когда, положим, на одного, если бы кто-то из вас знакомился с резервницей Минжи Писи за этот год, одна из них такая, достаточно своеобразная, то есть там говорится о... Никто не читал резервницей Минжи Писи. Это же лидеры говорили. Мы должны знать, что это, что говорят лидеры. Вот, ну... Да, можно сказать... А? В рассылках нет? В рассылках нет. Даже если бы они были в рассылках, это не всем поможет, потому что они на английском языке. У нас нет традиции, да, особенно с английским, они все дружат. Вот. Но я вам скажу, не по секрету, потому что это все в открытом доступе, это все лидеры. Вот. Значит, там одна резолюция, где... Ну, такой вот, как говорится, подвисший вопрос, который уже многие годы не могут решить лидеры. Вот. Они говорят, что... Не знаю, откуда статистика, ну, короче говоря, сейчас насчитывается в Усть-Конне, сказали, что это примерно около 9 миллионов прихожан. То есть, вообще всего 9 миллионов. Скорее всего, это большая масса, конечно, от Индии, понятное дело. Потому что там основная масса. Вот. 9 миллионов прихожан, около семидесяти пяти тысяч инициированных преданных. Вот. И где-то там в районе семидесяти пяти инициирующих гуру. То есть, в среднем, примерно, на каждую еще по тысяче человек. И там дальше они пишут, что если каждому из этих вот семидесяти пяти разделить девять миллионов на семьдесят пять, вот. Ну, если все захотят, значит, принять учителя, это получается, что каждому там, короче, по сто двенадцать тысяч, что-то там, короче... Ну, не совершенно какая-то нереальная, да? Абсурдная ситуация. Вот. Как в этом году Банус с вами тоже говорил, на встрече лидеров Усть-Конн, он говорит, что... Как вы можете, если вы... Как говорите, что обязательным требованием, там, для нормального развития является получение инициации при семидесяти с небольшим, значит, дикшабуру, вы не можете распространять, ну, как бы активно проповедовать, увеличивать количество учеников, не увеличивая количество дикшабуру. Ну, просто невозможно сделать. Потому что это совершенно непропорционально на русском получится, да? Вот. И они говорят в связи с тем, что то-то, 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 там, короче, потому-то, 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 потому-то все это надо. Вот. Но в связи с тем, что мы не знаем, как это сделать, то мы все это откладываем, до тех пор, пока мы не поймем, как это сделать. Короче говоря, такая ситуация. Вы можете почитать это все. Есть такой сайт, GBC Worker. Там есть закладка ресурсы, и там каждый год все эти публикуются. То есть, скажем так, в этой ресурсе в ней постулируется очевидный дефицит, допустим, лидеров в такой номинации, как Дик Шагуру, потому что это не единственная номинация лидеров из ПОН, много всех по-разному звенам, может быть, кто-то из вас здесь тоже является лидерами по актеории, но, допустим, в номинации Дик Шагуру наблюдается очевидный дефицит, что там на 9 миллионов прихожан 75 человек, нереальная пропорция. И не совсем понятно, как этот вопрос решить. Значит, это уже некая проблема, которую как-то там нужно решать, потому что, если мы утверждаем, что у каждого человека должно быть некое убежище, то, по идее, именно система должна это убежище предоставить. В противном случае она не может его предоставить, иначе она не может требовать, чтобы все там получили эту свинку. По идее, так, по-моему, еще. То есть необходимо что-то с этим делать. И раз, скажем так, условия таковы, что рекомендуется всем быть там по чьим-то там покровительством и так далее, неважно, где наставник, а пусть или, допустим, эту категорию Дик Шагуру, поскольку там они особенно к этой теме относятся ревностно, взять любую другую номинацию лидеров, неважно кого, президентом храма или каких-то регионистов, в любой сфере наблюдается определенный дефицит. Нет людей, как прямо в такой очереди, в которой стоят, вот, а я хочу стоять там каким-то лидером, довольно редко наблюдается такое лидер. Ну и в целом, пропорционально, вот в обществе, если посмотреть, лидеров их всегда, в общем-то, значительно меньше. Это чисто даже просто с кармической точки зрения. То есть, нет необходимости, может быть, в очень большом количестве. Но какая-то должна быть определенная пропорция, что на какое-то количество людей должен быть какой-то там естественный начальник. Но если с естественными начальниками еще как-то там вопрос решается, то вот, допустим, руководитель, который именно соответствует качествам, то есть, вот здесь мы говорим, да, свободный от анардх, здесь немножко сложнее все дело обстоит. Вот, если мы еще говорим про то, что в жизни лидеры образовались кризисы, это совсем нехорошо. Например, та же ситуация, что, представьте себе, люди идут в автобусе, какой-то там рейсовый автобус, да, между городами, и вдруг у водителя хватает сердце. Вот. То это обозначает, что все там 50 человек приезжают, они все в опасности сейчас, он может улететь куда-нибудь, да, пока он там бросил руль, спотелся за сердце, это означает, что сейчас эти 50 человек, они могут погибнуть, перевернуться, да, или травмироваться сильно. Вот. Ну, как-то, как-то очень боязно, да. Вот. Поэтому я должен там регулярно комиссию проходить, что у них все хорошо, сказать, что они надежные люди. Вот. Или, допустим, летит самолет. Ну, если там еще баран-попутить многие люди могут, то вот уже самолетом он прорезет мало кто может, наверное, да. Представьте себе, что у пилота там что-нибудь произошло. Ну, так что? Мы знаем, есть дублер, второй пилот. То есть это обязательное условие, потому что без второго пилота, если с одним что-то там, не дай бог, вот, то, опять же, так сказать, сотни людей, то самое, в большой опасности находятся. Ну. Вот. А сейчас такие рейсы. Я вот сейчас летел. Вот. Вот. Семьсот семьдесят мой огромный самолет. То есть там вот десять человек в ряду. Три, четыре, три. И таких рядов фук семьдесят, наверное, вообще. То есть это, представьте себе, там, ну, семьсот человек вообще, да. Если что-нибудь вот будет, там оно случится там с этим, с пилотом. Да это же сразу в заложники попадают такие. Вот в этом обязательно, обязательно должен быть второй пилот, который дублирует. Точно так же и в духовной жизни должна быть система, ну, если бы не тройной, хотя бы не знаю, двойной защиты. То есть, поэтому нам говорят, что, допустим, есть основатель начальника, вот, есть дикшагуру, у кого он есть, да. Может быть, дикшагуру, может быть, какой-то наставник. Вот. То есть, если что-то где-то с кем-то, какое-то звено, допустим, лидерское по какой-то причине там как-то выпадает, что бы не получилось, что человек потерял всякое убежище. Потому что убежище, это фактически самая ценная. Если человека выгнать из его дома, вот, это вот как получается вот вариант, да, в Сирии там их там дома все разбомбили, и люди теперь не знают, куда они там, на каких-то плотах, непонятно куда там в Европу, украинская жизнь, а их там, оказывается, никто не ждет, да. И люди вот в таком поиске убежища находятся. Вот. Поэтому, с одной стороны, Кришна является высшим убежищем, но люди, пока не имеющие достаточно глубокого духовного опыта, они без посредства какого-то учителя, наставника, лидера, им сложно чувствовать связь с Кришной, поэтому им нужна вот эта поддержка, им нужна эта связь. И одним из качеств лидера является как раз вот такая, ну скажем, неподверженность этим всем кризисам, да, всяким разным падениям, или, по меньшей мере, такое сознание, которое позволяет ему всегда быть выше ситуации. Потому что материальный мир, это особенно в нашу эпоху или югу, мир всяких, да, очень много разных таких сложных ситуаций, которые как-то часто кажутся нам очень проблемными, что мы не видим из них выхода, какие-то трудности, семейные, социальные, какие-то там всякие разные, финансовые, неважно. Допустим, я имею достаточно большой опыт перевода всяких разных таких ударов, встречных с духовными учителями. Когда приходят ученики или кандидаты, или просто там какие-то преданные какому-то лидеру, духовному учителю, вот, и начинают на него, так сказать, вываливать, значит, в город своих проблем, вот там, муж непреданный, жена непреданная, дети не слушаются, денег нет, здоровья нет, в общем, всё, всё, что есть, всё вот так, вываливают. И что он может поделать, так сказать, вот, учителями, там, проповедниками. То, что он может сделать, это чуть-чуть, как говорится, подшаманить мозги человека. Потому что такое сказать, какие-то дать определённые настройки, вследствие которых человек на эту проблему иначе посмотрит. То есть, проблемы сама по себе не решаются. То есть, какие-то кармически тяжёлые ситуации, пьющий муж или там что-то ещё, какие-то непослушные дети или какие-то другие всякие разные проблемы. То есть, эти проблемы так просто вот так вот раз не решаются, да. Но учитель, проповедник, наставник, лидер – это человек, чьё сознание всегда выше ситуации. То есть, обычно люди, скажем так, они имеют тенденцию попадать под влияние ситуации. Эти ситуации, они могут завладевать сознанием человека. И человек говорит, я запутался, я не знаю, не вижу никакого выхода, какое решение проблемы, помогите мне, он приходит ко мне. То есть, его сознание, оно под ситуацией. Обычно лидер – это человек, чьё сознание всегда над ситуацией. То есть, он всегда видит какое-то решение. Всегда видит какое-то решение. Он всегда видит какие-то возможности. Он мыслит не проблемами, он мыслит возможностями. Он говорит, а вот такой вариант, а вот такой. У него всегда, так сказать, как у какого-то самого, у швыгера, там, запасной, так сказать, покер в кармане есть, да. Шокер, не знаю, что это. То есть, всегда есть, есть чем крыт, как говорится, да. Всегда что-то, у него какой-то есть спектр решений. Что ситуация всегда, как правило, есть несколько путей, уводящих на решение, да. И лидер – это человек, который видит эти возможности. И поэтому, хотя сама ситуация, она не решается, но он даёт какое-то определённое понимание, даёт какие-то определённые такие вот установки вдохновляющие, позитивные, что человек начинает по-другому всё это видеть. И он выходит, что проблема та же самая, он такой более окрылённый. То есть, он чувствует, что как-то ему стало легче дышать, легче жить, потому что какое-то новое понимание. То есть, лидеры, они как раз делятся таким пониманием, которые, может быть, не всегда решают саму проблему, потому что проблемы достаточно запутанными кармическими, но они делают такое видение, вследствие которого, человеку как-то вот легче. Как вот какие-то хронические болезни, которые, я не знаю, по себе не лечатся, и человеку нужно просто научиться с этим жить. И как-то вот, как-то уже легче становится. Вот в этом, собственно говоря, одна из задач и особенностей лидера. И люди, естественным образом, тянутся к таким людям, именно потому, что они видят в них какое-то особенное видение, какую-то особую силу так сказать, так посмотреть, так воспринимать ситуацию, что вроде как уже и нет проблем. Хотя проблемы, как была, так она и есть, но в такой вот перспективе её можно увидеть, что вроде как её уже и нет. То есть, вот это и называется, собственно говоря, духовное решение материальных проблем. Это не то, что, скажем, я пошёл в храм, помолился, да, не было у человека денег или у него здоровья, или чего-то там у него не было. Вот он пошёл в храм, помолился, Кришна, там, дай мне что-то там, дай мне дом, машину, да, денег, джа-джи-гадиша-харе, да, вот всё, пролейте, так сказать, на меня все эти вещи. И раз, и всё у меня появилось, да. Вот мы говорим, вот это классное духовное решение материальных проблем. Вот, но не это имеется в виду, не это имеется в виду. Имеется в виду духовное решение, что проблемы материально, они по большому счёту не разрешимы. Ну, что вы поделаете с болезнью, старостью и смертью? Ну, что вы с ними поделаете? Вот, но отношение к ним, оно может быть совсем другим. И вот это вот правильное видение, правильное восприятие некоторых вещей, это и отличает как раз лидеров именно по этой причине. Люди ищут у них какого-то убежища. Недавно слушал лекцию, и он там одну очень важную вещь сказал. Он говорит, что есть так называемые проблемы или вещи, которые не нужно решать. А есть проблемы, которые нужно решать. И проблема многих людей состоит в том, что они не понимают, какие проблемы решать нужно, а с какими проблемами можно просто жить. И это всё лекция была, кстати, по стиху Бхагалатгита 2.14, где Кришна говорит, временное проявление счастья и несчастья, их исчезновение в должный срок, подобные приходы и уходы зимы и лета. Они рождаются лишь из чувственного восприятия, поэтому потом Бхарата должен научиться выносить их так, чтобы они тебя не беспокоят. То есть есть ряд проблем, которые Кришна предлагает не решать, вообще не решать. Он говорит, просто жили с ними, это мелочи. И он приводит какие? Он говорит, временное проявление счастья и несчастья, он говорит, подобно приходу зимы и лета. Ну, допустим, что такое лето? Ну, мы не печалимся по поводу прихода лета, да, мы печалимся по поводу прихода зимы, у нас зима проблема. А, допустим, в Индии лето проблема, да. У меня сейчас, говорим, вот, хорошо потеплело, да. А вот в Индии там просто караул сейчас, вот, апрель-май, это хоть стреляйся вообще, там просто невозможно находиться, просто нереально находиться. От сорока температур, скажем, и выше идут. И никуда вы от этого не денете. Даже если включите свой, там, какой-нибудь кондиционер, поскольку там высокая влага, в этом кондиционере там очень быстро разведутся, там, какие-нибудь грибки, вот. И потом этот грибок, он по всему циркулирует. Ну, нет спасения, реально, нет спасения. Понимаете? Нужно быть, не знаю, каким-то, так сказать, холоднокровным существом, чтобы вот эту вот жару там берёте. Надо быть либо какой-нибудь чистой там кафой или вата-дошой, чтобы вот это всё хорошо переносить. То есть у них одна проблема, да, что это вот лето, да. И вы не можете отменить, просто вот сиди и жди, пока вот этот вот апрель-май закончится, и пойдут долгожданные дожди, когда будет как-то попрохладнее немножко. Вот так решается проблема, понимаете? Просто сиди и жди. Он говорит, там, сиди кши самарата, терпи, бхарта, сиди кши, терпи. То есть есть вещи, которые не нужно решать, их нужно просто терпеть. Допустим, у нас другая проблема, у нас это зимой, там, это зима, видите. Нет света, фотодепрессия, да, в северных широтах вот не хватает солнца, день начинается, вот есть утра, заканчивается в три дня. Вот там, что-то там, кусочек света бы вы ухватили, будьте счастливы, да. То есть вы не можете решить эти проблемы никак, да. Их рекомендуется просто терпеть. А вот есть проблемы, которые терпеть никак нельзя. Вот. И, по-моему, пропадает особенность современной власти в том, что люди главные проблемы не решают. А вот неважные такие мелкие, с которыми нужно жить, они их решают. И они вот говорят, что у нас продвинутая цивилизация, вот мы решили маленькие проблемы. Вот. Но он говорит, продвинутая цивилизация, цивилизация, которая решает не маленькие проблемы, там, жары и холода. Это цивилизация, которая решает большие проблемы. Рождение болезней, старости и смерти. Вот эти вещи. Вот с ними мириться нельзя. Вот их нужно решать. Вот. И как раз лидеры это те, кто и показывают пути решения глобальных проблем. Не вот таких, которые там, как зима и лето приходят и уходят. А именно тех, которые всю жизнь побуждают живые существа находиться в состоянии какого-то беспокойства, какого-то страха или ожидания чего-то. Вот эти вопросы должны быть решены. И поэтому духовное лидерство фактически сосредоточено именно на такой подаче знаний и на таком типе отношений, который бы создавал у людей вот это вот ощущение важности решения именно глобальных проблем. Потому что именно это дает живому существу защиту. Настоящую. Настоящую глубокую веру в Кришну. Ниждху. Ниждху. То есть это означает веру уже за пределами этих вот анаркций. И так лидеры, это в частности в нашем обществе, это люди, которые постоянно транслируют такое позитивное и правильное понимание жизни. Хотя материальная жизнь намного негативна. Они, может быть, не так много чего. Что вообще можно сейчас хорошего сказать, допустим, про ситуацию. Экономическую, политическую, культуру. Да ничего хорошего. Они негатив сплошные, да. Но при всем при том, духовное лидерство обозначает, что мы подаем такое видение, которое вдохновляет людей на духовную жизнь. И это является убежищем. Именно так лидер защищает людей. Он не может каждому дать денег, каким-то образом улучшить семейное положение или что-то еще. Но он может дать такое понимание, такое видение, которое включает внутренние ресурсы людей. И они чувствуют в себе вдохновение, продолжают процесс, двигаться дальше и так далее. Потому что большинство живых существ в этом мире очень сильно находятся под влиянием этих вот анарх. То есть можно сказать так, что, по идее, лидеры это должны быть люди, которые прошли вот этот вот анарх. Их подопечники – это люди, которые еще не прошли там где-то вот на пути пока, да. То есть уже в строком смысле слова вести кого-то можно только тогда, когда ты сам пошел какой-то определенный участок пути. Допустим, если вы придете в какое-то место и там, не знаю, какой-нибудь путеводитель, гид. Он говорит, вообще-то я сам первый раз в этом месте. Ну, сейчас у нас с вами будет приключение. Вы подумаете, ничего себе, да. Гида оплатил он сам, такой же, как я, уже первый раз. Какой-то экстрим, да, начинается. Какой-то Иван Сусанин сейчас меня заведет непонятно куда. То есть предполагаете, что если кто-то вас куда-то везет, ведет, он там был, да, если, допустим, мы собрались в Индию первый раз, вы не знаете ничего, первый раз, да. Вы хотите прицепиться к кому-то, кто уже был, кто знает, понимаете. Вот он говорит, а, понятно, это решается так, это то-то там-то, это здесь, все, все хорошо. То есть вы чувствуете, вы первый раз, но вы чувствуете уверенность, потому что вы с лидером, который не первый раз, который уже бывалый, который уже знает, что, как и как этот вопрос решается, да. Вот, поэтому, если, скажем, Липец сам не прошел Анардха, не врите, но пытается везти других, это, скажем, такое немножко, может быть, рискованное путешествие, ну, афера, как бы говоря, да. То есть, когда человек сам еще все это не прошел, и что он предложит другому, да, ну, давай вместе, да. Ну, тогда их можно назвать, скажем так, напарниками, да, конечно, сказать, друзьями по несчастью. Вот, но явно, так сказать, что это не положение лидера, который кого-то куда-то ведет. Вот, то есть, допустим, диспетчеры на земле, да, они уже на земле, поэтому они ведут самолет, как ему сесть на землю, да, они говорят, вот у нас на земле там такая видимость, такая погода и так далее. И в этом, хотя летчик-то тоже не слепой, да, но ведут его, так сказать, диспетчеры с земли, которые показывают ему учет какой-то местной ситуации и так далее. То есть, они сами уже находятся в другой реальности, в которую они приглашают, вот, допустим, самолет, который будет совершить посадку определенную. Вот, и поэтому они в положении таких вот ведущих, они ему там какие-то командуют, тот следует и все, скажем так, благополучно происходит. Вот, поэтому получается, что такая вот сложная, сложная у лидеров задача. Вот, и поскольку, как я сказал, лидер это очень важная в нашей системе фигура, то его положение, его статус, они очень важны. Допустим, есть такие, даже религии в том числе, где концепция, как вот у нас, гуру-ученик, что-то еще, она так проявлена, там тоже есть понимание какой-то старшей, святые, есть какие-то традиции, какие-то иерархии, может быть, в церкви, или в какой-то иной религиозной системе. Но там нет такой вот, подчеркиваю, такой вот важности вот взаимоотношения учителя-ученик, там, лидер, там, последователь, наставник, как у нас. То есть, как-то там, в этом плане, может быть, немножко проще, они пришли, там, приняли крещение, ислам, не знаю что. Вот, и у них нет такого прямо понимания, что их духовная жизнь, она впрямую зависима, допустим, от какого-то там проповедника, или того, от кого они это крещение, посвящение приняли. Вот, поэтому как-то они в этом плане менее зависимы. У нас это, вот такая связка, она очень крепкая, очень сильная, и люди понимают, что да, там, нам нужны лидеры. Вот, с другой стороны, имеется какой-то и определенный негативный опыт, который мы не можем, так сказать, игнорировать, поэтому же иногда ведь какую-то осторожность проявляют. Но в чем же решение? Решение в том, что... Вернее, решение в том, что никакого административного решения не существует. Вот, решение только одно, что люди должны быть мотивированы на очищение. И если... То есть вот это приоритет, потому что миссия наша духовная, она из двух, можно сказать, таких компонентов состоит, из двух направлений. Это вширь и вглубь. Вот, то есть вширь, это понятно, бери больше, кидай дальше. То есть вот распространите книги там, приводите много друзей там, говорите всем через соцсети, как хотите, то есть давайте что-нибудь такое распространять. Это распространение вширь. И вторая тенденция, это распространение вглубь. То есть насколько мы сами глубоко принимаем Кришну, этот процесс в свою жизнь, насколько вот внутри нас идет вот это вот переползание, переход от влияния материальной энергии, сферы духовной энергии. Это и есть, собственно говоря, анатхо-неврительная. То есть вот этот вот второй момент, это то, что Прабхупад называл вариванием или кипячением молока. Вот, потому что он понимал, что благодаря, в общем-то, юморскому задору, энтузиазму можно много чего распространить вширь. Вот, но он говорил, что если не будет изменения внутри, в качестве, тогда будет много разочарования. Потому что люди, прочитав интересные, вдохновляющие вещи в книгах, а там вдохновившись, вот, они хотели бы увидеть определенные примеры этого в жизни, как эта вся духовная жизнь действует, как действительно можно быть счастливым при помощи духовной энергии. Что такое счастье от материальной энергии? Люди более-менее познакомились. Что такое счастье от трех гунах? Это нам как-то более-менее понятно. А что такое вот духовное счастье? Вот это вот загадочная вещь для людей. Вот, и поэтому им хотелось бы видеть примеры людей, которые счастливы в взаимодействии с духовной энергией. И, собственно говоря, вот этому и должны обучать лидеры, как стать счастливым от контакта с духовной энергией, которая приходит к нам в форме святого имени, божеств, преданных различных, скажем так, объектов святости наших, да, там, булоси, святая дхама, там, и так далее. Вот. То есть, вот, как можно получать счастье из таких невещественных, нематериальных источников. И, собственно говоря, вот этому-то лидеры и должны учить. Это не просто там люди, которые научились там какие-то такие агитки, там, говорят, давайте, мы должны, то, все, вперед там, все здорово. Вот. Но они должны, так сказать, уделиться этим вот внутренним опытом, чтобы люди чувствовали реально, что такое духовная энергия в действии. Вот. И, по моему скромному мнению, эти все вопросы, они решаются именно так, что от, скажем, вот, эпохи лидеров такого, скажем, крупномасштабных, да, когда там, учителей, у кого-то там, прямо там, много-много тысяч учеников. Вот. Это, с одной стороны, вдохновляет, что-то такое впечатляющее, но практика показывает невысокую эффективность от такого общения, когда один на многих и, ну, нет реально ни времени, ни силы. Вот. Более правильная, мне кажется, концепция, вот, как те же самые бакфеврикши, вот, как это, это принцип, это, в общем-то, не новый принцип, он используется в армии, да, то есть, там, вот, командир армии, и потом пошло, там, все эти дивизии, полки, там, да, роты, деления, все эти, там, взводы, там, какие-то отряды, все. И в каждом свой какой-то, какой-то, да, да. И, может быть, командующий армией, может, не знать всех солдат, им это и не надо, да, но он, допустим, с какими-то руководителями подразделения взаимодействует, и, вот, все чувствуют, что они в какой-то, вот, в одной системе. Вот. Поэтому, если, предположим, на лидере висят, там, не тысячи людей, и не сотни, а, может быть, десятки, это уже облегчает его жизнь. Вот. Уже он не чувствует себя каким-то, там, перегруженным. Вот. Плюс, вот, это, вот, постоянное, ну, спешка, так вот, допустим, в миссии иском семь целей, там, седьмая цель у нас, наиболее такая известная, да, для осуществления первых шести распространения. Вот. То есть, этим мы неплохо обладели. Вот. Но что делать с первыми шестью, не всегда понятно. Вот. Хотя там, сказать, вот, говорится о необходимости, допустим, вот, понимание сознания Кришны так, как оно изложено в Бхагавадзите Ишима Бхагава, там, вот, в глубоком понимании положения Кришны, в проникновении вот этих вот секретов взаимоотношений со святым именем, вот там лежит вкус, да. То есть, допустим, седьмая цель, она решает задачи внешние, распространение вовне, да. Вот. Ну, там, допустим, там какие-то, не знаю, там, что-то еще в Вашнавске, это тоже такая внешняя задача. Но, что, допустим, мы будем делать, поселившись в одном месте? Представим себе какую-то, ну, вообще, ну просто невероятную ситуацию, что нам дали какой-нибудь там кусок земли в райском местечке и сказали, все, вот вы давайте живите здесь, молитесь, что хотите, то есть делайте, все вам бесплатно, вообще, нате, да. и все там в Вашнавгу стремились, все, джая у нас тут будет, значит, тут Вашнавское поселение, наконец, и тут замечательная экология и коровы там. То есть, окей, это все форма, это все место. Теперь вопрос, чем мы все это наполним? Понимаете? Вот. То есть, вот внутренней наполнителем, из чего состоит духовная жизнь? То есть, есть какие-то такие внешние аспекты, вот купили храм, очень хорошо, замечательно, установили божество, еще лучше, провели какую-то программу, ну там все в экстренции, понятно, да. Но это все, как бы, такие внешние вещи, которые, ну, без сомнения, определен духовный опыт, но как сделать так, чтобы этот вот духовный опыт, то есть, как вот не перепутать, допустим, внешние достижения какие-то, такие вот организационные наличия храмов, там чего-то еще, количественные показатели распространения книг, стоп, это стоп, это там. Как это все не перепутать с самим содержанием духовной жизни, которое, ради чего, собственно говоря, мы и приходим, да. Вот. И вот тут, как раз, самое главное, что если лидер, как мы предположим, очень сильно, ну, заморочен вот какими-то объемами, да, масштабами, что у него, там, огромное количество учеников, там, если пишут письма, у него нет времени, все это отвечает. И он прямо чувствует, это вот как вот, ну, представьте себе, что вы должны, ну, не знаю, там, банку какую-то, очень крупную сумму, этот вот долг, например, отдавит на вас, это очень неприятное ощущение, да. Вот. То есть, когда вы чувствуете, что вы очень многим должны, что большое количество людей связывает с вами какие-то вот ожидания, ну, как-то жизнь становится сложнее немножечко. Вот. А если же, допустим, лидеров становится больше и нагрузка на них, соответственно, становится меньше, вот, это уже облегчает кое-что. Плюс, вот это вот подчеркивание, кроме важности внешней миссии, чего мы там сколько распространили, подчеркивание важности этого внутреннего преобразования, обретения опыта жизни духовной энергии, вот, тогда и лидер очищается, и все очищаются. То есть, не должно быть, вот должна, на мой взгляд, уйти в прошлое некая вот такая сентиментальная идея. Она во многом уже, конечно, ушла, но я бы сказал, по моим наблюдениям, еще не совсем. Идея о том, что вот есть некий, скажем, какой-то у нас там великий лидер, кто бы там ни был там, каждый там считает своего учителя, может быть там каким-то уникальным, да. И вот мне достаточно просто вот прицепиться к нему, да, вот вписаться там, не знаю, инициироваться, как-то там зафиксироваться, вот. И наш духовный титан, так сказать, человек, вот он вынесет на себе вот всех, да. Вот мы как паразиты в него сцепимся, и он, так сказать, идет и нас с собой несет. Такая концепция была, особенно, ну, я не знаю, кто из вас заспал, допустим, в 90-е годы, вот, когда было определенное количество учеников Шилы Прокупады, которые инициировали на территории бывшего, так сказать, СССР, вот, ну и там, так сказать, были какие-то люди, которые проповедовали определенные идеи, что вот, там, значит, Маха-лидер, там, у него, именно у него нужно, так сказать, получать инициацию, ни у кого другого, все остальные, там, хорошие, конечно, ну, какие-то немножко не такие, вот. Ну, я просто был личным свидетелем, это был очень серьезный скандал, я в 93-м году, вот, и нас там, лидеров вызывали, все там беседовали, кто, что, то есть, философию дурацкую распространять, вот. И, значит, тем не менее, это все продолжалось, продолжалось, вот, и на этого лидера, бедного, так сказать, вешали, там, все больше и больше, там, инициации вешали, там, сотнями, тысячами, вот так вот, направо и налево, вот. Потом, когда все это, завалилась вся эта, так сказать, вот, система, вместе мы были с этим, так сказать, лидером, вот, было очень плохо, всем было очень плохо. То есть, вот, ради того, чтобы избежать подобных, таких вот, как говорится, колоссов на бельяных ногах, вот, вот, должна быть какая-то более практичная рабочая система, где, поскольку, ну, в Кали-Югу мы не можем ожидать, чтобы прямо, как под каждым кустом сидеть, там, вот, там, Атхикари, да, ну, нереальная ситуация, вот. Поэтому, так сказать, дай Бог нам найти лидера, там, уровня Мадьяна Атхикари, это уже, так сказать, большая находка в колею, вот, и если его еще, скажем так, не перегружать, там, какими-то большими количествами учеников, это уже облегчает проблему, вот. А второй момент, это чисто количественный вопрос, на мой взгляд, вот так решается, вот. А качественный вопрос, он, как всегда был, он так всегда и остается, но просто с качеством всегда легче работать тогда, когда человек не перегружен количеством, понимаете. А когда человек придружен количеством, у него всегда, то, вот, всегда, когда у человека, какие-то там, большие проекции, много лучеников, и так далее. То есть, происходит decay какой-то эффект вот такого вот накопления вот этой какой-то вот усталости, какого-то вот ощущения, что это все много на мне, и оно висит, и оно давит, и у меня реально нет времени и сил со всеми этими заниматься. И когда человек в таком вот состоянии, вот, например, находится, это вот, как усталость металл, на какое-то то есть я думаю что просто преступное нельзя вообще для лидеров такое положение ставить потому что кто супермен что называется суперменов мало там и есть люди которые уже просто оказываются инвалидных колясках так сказать понимаете просто от этого всего уже давление от всего этого невозможно вот поэтому скажем так раз уж в нашей системе роль лидера столь важна вот и многие люди ощущаются вот эту вот зависимость то что-то должно быть такое и в количественном и в качественном плане что могло бы скажем так обезопасить преданных максимально то есть чтобы не было слишком больших нагрузок это в количественном плане и постоянный акцент не только на внешние распространения а именно на вот эти вот внутренние вопросы чтобы все понимали что скажем смысл духовной жизни в нашей организации не в том что в наших рядах есть такие-то там знаменитые люди как мы там открываешь страницу допустим нашего сайта кришна униформа и на сайта и видно какие мы крутые да что в наших рядах и такие-то и другие и все и третье и очень очень крутые потому что а смысл-то не в этом смысл в том что у нас есть шанс общения с верховной личностью бога с кришной вот в этом вся крутизна я служил современным языком что мы связаны с кришной а то что певец такой музыкант этакий спортсмен какой-то там еще стал вегетарианцем и зашел там где-то там какой-нибудь там в наше кафе ему сфотографирует наш почетный член с ним рядом и все не в этом наше крутизна а в том что у нас есть возможность общаться с верховной личностью бога и вследствие этого обретать высший вкус очищаться и так далее вот то есть такая какая-то когда назвать репутационные все эти вещи да они не столь важны кто там где с кем там когда там какой-то премьер-министры или чего-то еще был там на открытии нашего храма это все престижно это все репутационно это все замечательно но это не подменяет самого смысла духовной жизни это все таки немножко бутафорские вещи допустим где-то там недавно попался ролик видео и там какие-то политические лидеры какие-то известные люди там что они говорят о Дускон там премьер-министр Англии и того и всего другого да это репутационно приятно это все слышать что люди там оцениваются это говорят но это все не имеет прямого отношения духовной жизни если бы там этот Дэвид Кэмерон там или кто-то премьер-министр Англии и бывший да если бы он сам повторял Джаппу это может быть было бы а то что он там в Гирляндии Джаганадхи там помахал так сказать Эмит Ллойтон перед Радхаятой в Лондоне это классно это очень репутационно да что мы крутые сам премьер-министр Англии и бывший не побрезгало прийти на нашу Радхаяту да как хорошо вот но это не или там по случаю там что-то там спарку падали там будет событие было им подавить Багавадхи то есть все это фотографируют и фотографируют потом все это там везде значит рассылают и вот-вот смотрите да вот но если бы он скажем там прочитал эту Багавадхи то хоть одну строчку допустим прикатил бы есть мясо да и что-нибудь еще такой травм с Аллахари Кришна да может быть это было бы больше толпа то есть здесь очень важно вот эти все внешние вопросы обязательно уравновешивать уравновешивать духовные потому что анартка не вретель она к сожалению не приходит за выслугу лет понимаете за выслугу лет можно получить там какую-нибудь грамоту медаль не знаю что там почетные жители города калабрива не знаю чего да вот но вот просто за выслугу лет анартхи сами не уходят вот то есть это то что как говорится будет стоять до последнего вот они они посажены нами да вот эти вот семинар каких-то материальных желаний и пока мы так сказать не отвлечемся от внешних вещей и не обратим свой внутренний взор вот в свое собственное сердце они будут оставаться вот ну и анартхи и так анартхи существует четыре группы вот там сложно все четыре в каждые четыре еще по четыре всего там и так анартхи причем их называют интересным облако анартхи почему облако потому что это облако она скрывает от нас кришну так как допустим облачное небо скрывает солнце также облако анартхи скрывает от нас солнце кришну мы верим что он есть а где он есть где-то вот за этими облаками анартхи вот и поэтому эти облака они должны быть разъединены любым образом итак первое первые компоненты составляющие это облако анартхи это аппаратхи то есть оскорбления эти оскорбления они бывают четырех типов то есть это наноаппаратхи оскорбление святого имени это сэна аппаратха оскорбление божеств в процессе служения это вайшнава аппаратха оскорбление преданных и джива аппаратха джива аппаратха это оскорбление других живых существ которые не имеют никакого отношения к вайшнавизму вот но они являются частицами кришны и поэтому если вы их там почем зря так скажем как то там притесняете и так далее то кришна тоже и так это значит первое то это аскорбление четырех типов далее это материальные желания материальные желания тоже является она адхамине тоже было четырех типов и чисто таких вот внешних это так называемая осад тришна то есть тяга к материальным вещам которые в прямую не связаны с кришном косвенно все связано с косвенно но то что находится в нише кунах и в прямую не связано с кришной связь так и к этим вещам она является одной проблемой второй тип материальных желаний это дева бхога дева бхога это желание выпасть на райские планеты что тут мы на земле со своей короткой жизнью со своей смешной зарплатой это то ли дело там полубоги у них там здорово вот поэтому мы хотим то есть как бы тоже материальные но уже другого качества другой тип желаний это ситика желание мистических сил как мы хотим управлять раньше йоги это делали при помощи своих достижений по помощи контроля желания скезы и так далее сейчас технологи технологи вот они там веса творят в этом плане ситхи находите там в одном месте и говорите с кем вы там в другом месте как вообще возможно это ситхи ну как потому что наша технология да но для какого-нибудь там не знаю лидийца из племени мумба-юмба это чудеса да вообще потому что для него это невероятно что люди разговаривают вообще из другого конца планеты то есть ситхи каме это желание манипулировать материальной энергией такое тонкое состояние наслаждение и швар от этим вот при миспахном манипулировании да вот и четвертая форма желаний которые тоже является препятствием относится к канатхам это мокшакама то есть это желание освобождения то есть без служения кришне желание просто закончить на материальное существование проблемное и болезненное и так аппаратхи четырех типов материальные желания четырех типов далее слабости сердца слабость и сердце займа придая вот но это такие вещи вот как зависть это такие вещи как желание поклонения славы поиск недостатков у других критика гордость вот такие вещи называют пуджи пратишка путинати вот эти вот всякие разные вещи слабости сердца называемые вот масса тришна тяга к материальным вещам это все и последнее четвертый компонент этого облака аннард это так называемая грамм грамм обозначает неправильное понимание философии вот потому что философия наша достаточно глубокая вот ее можно описать очень коротко что есть некий дишвара повелитель из него исходит сад живые существа из него исходит асад материя вот и вот эта вот схема этот наш треугольник так как вот все связано конечно связан с материи через время джива связано с материи через карма джива связано с кришной через йогу через процесс определенный то есть в общих чертах как философия такая несложная вот но в ней есть много разных тонкостей и в этом неправильном понимании философии есть тоже четыре компонента первый компонент это не понимание до конца своей духовной природы кто я такой просто некая так сказать какая-то частичка света фотон света который должен слиться там с поздничным абсолютом либо я все-таки вот живое существо активное природе и моя 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 мое освобожденное состояние тоже характеризуется активность в служении кришне второе заблуждение это неправильное понимание природы бога тоже кто он какое вот либо он тот кому регулярно скажем там звоним как богатому папе то есть какой он был личный безличный он только бог отец или он может быть какой-то еще другой бог каких-то других ролях он существует мы должны только просить или мы должны ему так и что подавать вот то есть и так непонимание своего положения по вниманию положению бога третий пункт это непонимание процесса понимание процесса то есть как с чего состоит процесс то есть часто преданную думаю что процесс это вот шестнадцать кругов четыре принципа книги все то есть свою материальную ситуацию свой аж нам служит гармонии в процесс как правило не вписывают и говорят а что это вот этом как как бы на ровном месте пробуксовывают и начинаешь выяснять и видишь что человек просто не понимает своего поле деятельности свои форма свое положение что тоже изначально процессы и последний элемент проблем с нашим пониманием это не понимание того что стоит так не понимание себя не понимали бога не понимание практике процесса и понимания того что что мешает нам, то есть Анардхи, по сути дела. Непонимание этого облака Анардхи. Почему я не вижу Кришну исполнения? Не понимаю, что стоит между ними, в чём проблема? Почему я повторяю Харе Кришна и где слёзы из глаз? Вот эти вот моменты. Итак, мы видим, что Анардхи – это достаточно сложная структура. Четыре, четыре по четыре, в каждом из них и так далее. И все эти вещи вместе наполняют наше сердце. И порождают всякие разные, что мы называем материальными состояниями. Всякие страхи, беспокойства, связанные с этой материальной жизнью. Иллюзии всевозможные. Всё, что люди испытывают – зависть, вожделение, гнев, безумие и так далее. Это всё как раз порождено наличием Анардхи в сердце. Неоткуда больше эти состояния, в которых мы пребываем. Материальные состояния сознания неоткуда не берутся. Поэтому освобождение Анардхи является, собственно говоря, таким вот ключевым моментом в нашей жизни. То есть веру пробудить можно у многих людей. Можно так что-нибудь зажигательно сказать, спеть какую-нибудь, провести там презентацию или что-то. Ещё пробудить веру в людях, и они пойдут за вами, они поверят. Всё, но теперь следующий пункт – это подвести их к этому процессу очищения. Не просто подвести «к», а провести через. Потому что это как раз является самым главным. И когда человек окаживается уже на другой стороне, в основном какие-то Анардхи, они ещё могут существовать в тонком виде, но они уже не определяют, по меньшей мере, в поведенческом плане. То есть человек вспоминает их как сон, уходящий постепенно. Они уже не определяют его поведение. Это ещё может быть как некий какой-то, может быть, остаточный вкус привычек, но они уже не определяют поведение человека. Это можно назвать успехом в духовной жизни. Когда лидер сам прошёл это и провёл своих подопечных через эти вещи. Ну вот, наверное, всё, что я хотел вам сказать. Теперь предположительно будет у вас какое-то обсуждение. Вопросы? Да. А у меня два вопроса. По очереди? Ну, лучше по очереди. Вопрос первый такой. Если положение лидера уже, скажем так, авансов таким пришло, но при этом качественно хватает и лидера потряхивает всё ещё периодически в этом процессе, то в чём ответственность лидера заключается? Как он таким образом должен позаботиться о своей духовной жизни, о своей жизни, что такое должно быть в его жизни, чтобы в эти моменты, когда это случается, это не отражалось на тех людях, которые на него смотрят, на которых он занимает служение и которые на него как-то ориентируют? Во-первых, лидер не должен создавать новых иллюзий у своих подопечных. Потому что, с одной стороны, в материальном плане, конечно, лидеры, многие, они следят очень по своей репутации, по своим именем и так далее. Что, в общем-то, нормально, но когда человек следит не за своей чистотой, а именно за своим имиджем, понимаете разницу, да? И в течение времени наблюдается какое-то несоответствие между имиджем и реальностью, получается, что человек охраняет свой имидж, нежели следит за чистотой своего сердца. Вот, поэтому, как я сказал, что лидер не должен позволять, он не должен позволять своим последователям идеализировать себя, понимаете, да? Вот, то есть, он не должен принимать какого-то там, не знаю, особенного поклонения, каких-то особенных знаков уважения в свой адрес, если он не чувствует, что он как-то может достаточно позаботиться. То есть, смысл в том, что есть отношения, да? И если в отношениях наблюдается крен в ту сторону, что, допустим, он принимает больше, чем он дает, скажем так, компенсировать им другой энергией, да? А не ему, допустим, какую-то материальную энергию, ну, грубо говоря, да? Вот, а он им не дает какой-то вот адекватной духовной заботы, это обозначает, произошел определенный крен не в ту сторону, и у него сердце, значит, обязательно возрастает дух чувства наслаждения, которое рано или поздно перевесит, и произойдет неприятная ситуация с ним, понимаете? Вот, поэтому у лидера каждого звена, у него, конечно, ну, это проблема, она, скажем так, ну, разного уровня, может быть, да? Вот, но общий принцип таков, что не должно быть никаких иллюзий, идеализаций. Уважение должно быть основано на реальных вещах, а не на идеализации какой-то, да? Чтобы люди понимали, что наш лидер, он молодец, мы ему благодарны, да? Вот, но нет необходимости, скажем там, как-то особенно его там превозносить и так далее. То есть он сам не должен поощрять все эти моменты. Хотя, может быть, эго приятное, когда что там о нем говорят и так далее. Вот, это один момент. С другой стороны, он, конечно, не должен обескураживать людей с их последователями, там, не знаю, там, какими-то глупыми, может быть, не знаю, там, саморазоблачениями или чем-то там еще. Здесь не должно быть крайностями, не знаю, здесь должна быть здравая оценка этой ситуации, да? Что все должны здраво понимать, что, что, какие игры мы играем, вернее, не мы две игры играем, мы в реальности, да? Мы в реальности, да? В реальности действуем. То есть не должно быть игры, что я там какой-то великий командир там и так далее. И второй момент – это соразмерная нагрузка. То есть нагрузка, которая ложится на лидера, она должна реально соответствовать его способностям, понимаете? Потому что есть иногда тенденция на лидера навешивать больше. Есть такая пословица, кто везет, того и погоняет, да? Вот давай там еще, еще, еще там. И вот этого не должно быть. Многие лидеры сломались из-за того, что они где-то как-то там понабрали на себя всяких разных форм ответственности. И они там руководили там ста где-то там комитетов, подкомитетов и чего-то еще. И, короче, у них нет, не хватает ни сил, ни времени. И все это заваливается, в конце концов. То есть должна быть совершенно какая-то реалистичная, нормальная нагрузка, чтобы служение лидера не ломало лидера и не искушало лидера, понимаете? Потому что искушение – это один момент, нагрузка – это другой момент. И он должен сам вполне реалистично оценивать свою позицию. И также еще один момент. У этого лидера должен быть свой лидер. То есть такая вот порога определенная. Допустим, Шила Крабхата, хотя мы его воспринимаем как нашего маха-лидера, он все время говорил про сумеренно слуга своего помощи. Он все время осознавал, что он играет определенную роль слуги в миссии. Вот. Это не позволяет нам впасть в какую-то там иллюзию своей исключительности, своего положения и так далее. Ну, именно живое общение с Антой, которое оно, если что, скажет им туда. Да. Да. Желательно, чтобы каждого из нас кто-то мог куда-то направить, скорректировать. Лидеру, над которым нет корректирующей силы, он немножко в более опасном положении. Что еще было? Второй вопрос был такой. Чем отличается мужской лидерство от женского лидерства? И отличается он? По сути ничем. Лидерство есть лидерство. То есть люди смотрят на человека как на того, кто как-то где-то что-то им обеспечивает. Вот. Но есть традиционные сферы заведования. Более типичные для мужчин, более типичные для женщин. Хотя надо также признать, что в Калиюгу многие эти темы уже перепутались все. Вот. И, допустим, есть у нас и женщины GBC. И, скорее всего, будут, так сказать, и женщины Дикша Буру. Вот. Допустим, он где-то был в Бостоне, там президент храма, женщина в Германии, GBC женщина во всей Германии. Вот. То есть если... А, нет. Грун. У них Бостоне перепутался. Волачу, Волачу. 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 Вот. 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 Обычно женщины, скажем так, они руководят либо детьми, нехорошо получается, потому что это в материнской роли. Вот. Либо, может быть, скажем там, другими женщинами. Это тоже не всегда не стоит удачно. Короче говоря, это традиционные сферы заведования. То есть обычно ведическая культура на женщин таких больших лидерских ролей не возлагает основу. Там, как там, мать, там, что-то еще такое. Но, как я сказал, в Кальюгу все перепутано. Вот. И поэтому многие, так сказать, женщины оказываются в ролях лидера. И в принципе они себя показывают по роли весьма и весьма неплохо. Вот. Поэтому здесь нужно просто понимать, что женщина в положении лидера, она вроде как руководитель, но она должна тоже иметь постоянную защиту. В этом плане очень показательный пример был вот этой вот, премьер-министра Англии в свое время, это Маргарет Тэтчер. Такая, у меня была, так сказать, статус «Железная леди» ее называли. Вот. То не женщина в руководстве Англии, то конфликт. Вот. Она там, то там, фалкреанская, война была с Аргентиной с фалкреанские острова в 80-е годы, когда она как раз была премьер-министром Англии. Вот. Сейчас тоже это, так сказать, дамы не промахнут. Это хай. Вот. Смысл в том, что когда она была премьер-министром, по-моему, она даже чуть ли не два срока продержалась, что ли. Или там какое-то, по-моему, во время второго срока, кажется, умер ее муж. И она сказала, пока я, пока был мой муж, значит, я чувствовал, что, ну, как, я премьер-министр, я ибернация, да, но у меня есть мой, видишь, муж, да. Теперь, когда у меня, у самой нет этого мужа, я не могу больше кладить эту роль. Я напомню, стала. Я не помню, что это детально, но кажется так. То есть она в этом плане поступила довольно-таки последовательно. В том смысле, что когда человек чувствует, что, допустим, его источник силы где-то вот наслаб, он автоматически сам снижает нагрузку, понимаете? Вот. Потому что либо нужно на какой-то другой переключиться, там, источник, так сказать, вот как-то. То есть смысл в том, что женщина, как ты видишь, она сто процентов не должна быть независима. Сто процентов. Понимаете? Вот. Потому что, скажем, ну, особенность женской психологии такова, что ей самой комфортнее будет, когда она под чем-то будет. В противном случае, не знаю, там, может даже какие-нибудь там мужские гормоны очень вырабатывать. Вот. И это уже будет совсем не то, что надо. Понимаете? Вот. Поэтому здесь я бы сказал так, что вот этот вот вариант женского обидерства, он возможен в том случае, если эта женщина, она также имеет какого-то вот, чувствует защиту. Понимаете? Если она действует без защиты, она будет как-то вот немножко перенапрягаться, она будет вот слишком, так сказать, вот пытаться действовать в такой немножко мужской роли, и тут уже немножко не то пойдет. Потому что, ну, я наблюдал, наблюдал ситуации, когда женщина в роли лидера, ей хочется казаться сильной, и порой отсутствует дозировка этой силы. Ну, я сейчас не буду что-то там называть именно ситуацию, просто наблюдал ситуацию глазами, когда я сдавил эту ситуацию, когда женщина сильная своей природой такого, сильный лидер, все, но в какой-то момент она немножко потеряла контроль над этим, и в такой как бы рашне, которая впала, что люди потом, после вот этого какого-то там выступления, всяких вещей, о которых она говорила, они так как-то немножко зависли, и, ну, там, в графике чуть-чуть такое, было вообще, да, то есть было очевидно, что женщина переключилась полностью на какую-то такую мужскую роль, уже какое-то такое преображение, немножко нездоровое происходит, понимаете, и уже вот эта вот неспособность, правильно, потому что лидер, лидер это тот, кто употребляет власть, употребляет власть, и властью ей необходимо тоже уметь пользоваться, и иногда человек для того, чтобы, может быть, исходя своей внутренней уверенности, иногда, может быть, для того, чтобы как-то показать, что я некая властная фигура, где-то как-то вот излишнее давление оказывает, понимаете, ну, террористы часто это делают, ну, типа, я вам покажу, да, я сейчас вам устрою, да, чтобы вы знали там, кто я такой, да, вот, и, как правило, вот такие вот моменты, если они происходят, это показать внутренней слабости, на самом деле, то есть желание показаться внешне особо сильным, это проявление внутренней слабости, вот, и иногда это заметно, это заметно, что человек теряет, может, такой контроль над собой, желая показаться сильным, где-то как-то, он какую-то передозировку дает этих всех вещей, и эффект обратный, понимаете, в этот момент я тоже, конечно. Спасибо большое, да, Жанна? У меня вопрос, вот вы сказали, что у нас единственная, уникальная и, на самом деле, единственная важная возможность это обращаться к верховной личности Бога, да, что мы непосредственно практикуем. Вот недавно меня просто смущил один предатель, который сказал, что, собственно, для того, чтобы нас услышала самая горловная личность Бога, то есть сам Кришну, то есть непосредственно его, вот, изначальная личность, то это нужно быть как минимум уровня прохладного гаража. Что меня, так скажем, немножко скураживало, и я, ну, на самом деле, как я вижу, исходя из всего, что я читала и знаю, что это, наверное, не так, как я предполагаю, но тем не менее, меня вот это вот смутило, вот это четкое такое заявление, чтобы для того, чтобы сам Кришна внес изменения, например, в твою карму, да, или как-то начать действовать и проявляться в твоей жизни, нужно достичь его, ну, вот, такой честный, как ты. Если мы обратимся к Бхагавадгите, глава 4, текст 11, Кришна излагает принцип взаимодействия. Он говорит, эйадхама апрапагинте, тамстадхайва бхаджами ама, в какой мере пред, не пред, то в том мире я взаимодействую. Он не говорит, что после уровня прохлада махараши. Он говорит, в какой мере ты, в такой мере я. Огурство, как говорится, очень просто. Вот, может быть, этому предудущему стих перечитать, тоже, от Анастасии, 4 главы. Вот, потому что Агита хороша тем, что она дает основные, именно базовые принципы. Кришна заявит, что абсолютно всех. Но участвует Он в нашей жизни, совершенно верно, по мере нашего участия. То есть, Он отдает нам роль инициатора. То есть, Он, с одной стороны, вошел в нашу жизнь, Он нас заинтересовал, а теперь Он смотрит, насколько мы заинтересовались, насколько мы проявляем интерес. И теперь Он уже отвечает в меру нашего интереса, в меру нашей преданности, в меру нашего службы, нашего взаимодействия. То есть, здесь нигде не говорится, что Он начинает реагировать только с уровня, там, пунктам Адхикари. Потому что прохлад Махараш, Он считается преданным пунктом Адхикари. То есть, ну, кто из нас, там, может, такой, да, что-то в огне не горит, там, и все это самое. Ну, сверхчеловеческое, абсолютно, на уровне, да. Вот, поэтому надежнее будет всегда опираться на слова шанса. Я просто Вам говорил, что Кришна, поскольку мы ушли от Нипа, Он отгородился законом кармы, которым подревает Нипа Кришну. Кришна отгородился. Я думал, там нет Нипа отгородились, а Кайцаон, а Хвата, а Митчева оказался в поле. Он отгородились, и Он, вот, с помощью закона кармы, которым управляет Нипа полная часть, Нипа Кришну. Ну, то есть, в нашем мире, в нашем мире, в этом Нипа Кришну, по всем полной части, это... Понятно, понятно, да, мы не претендуем сейчас, что там Кришна-Бхагаван нас будет слушать, но Параматма, это она же Мракмати, Параматмати, Бхагаванати, что они же от двоям, то есть, они им делимы. Вот, поэтому, неважно, кто меня слышит, Параматма или сам Кришна, к ним имеет большого значения, это одна и та же личность. Вот, тип отношений немножко разный, то есть, для того, чтобы меня услышать и понять, то есть, ну, что, я не знаю, в этой жизни достигнули, Бхадамахараджа или нет, но у меня есть ощущение, что Кришна меня слышит, понимаете, я думаю, что у каждого есть такое, потому что, он говорит, что в какой мере человек придется, мне стынули восстанавливать Кришна. Это принцип, поэтому здесь не нужно так уж прямо, эксклюзивно, что только начиная с Войны, Бхадамахараджа, то есть, такого утверждения в Шастове я не знаю. Вы упомянули, что в процессе освобождения Кришна приходит к такому этапу, когда он способен не действовать под влиянием Кришна, хотя, либо умею еще, ну, как-то склоняйте его к чему-то, да? Я хочу спросить, от чего зависит время прохождения этого этапа и как можно его ускорить? Время зависит от нас, только от нас. Вот наше сердце, вот мы, сердце наше, да, представляет собой некое поле, да, наш внутренний мир, в котором расставлены, разложены наши ценности. Вот, и насколько там много всяких разных материальных вещей, настолько там, соответственно, не хватает места Кришны. Вот, и представьте себе, что у вас дома, ну, вы решили там какую-то генеральную уборку, да, не знаю, решили, так сказать, снова у вас там все накопилось, насколько быстро вы все это вот со всеми этим разберете, понимаете? Как правило, сам человек быстро не может, потому что, если у него какую-нибудь, если приедет в компанию, у него привязанности к его вещам нету, он сразу хлам, быстро выкину, понимаете? И нет интереса задерживаться. Но когда человек сам начинает со всеми хозяйством разбираться, так, конечно, вещь ненужная уже, но пусть пока полежит, да, и начинаем из одного угла, ты их надо в другую, там полежала, здесь полежала, да, но, так сказать, через дверь ее сложно. То есть это от нас зависит, понимаете? Если, допустим, когда человек узнает, что у него очень мало времени осталось по каким-то причинам, да, у врачей какой-нибудь диагноз ставший страшный поставил или еще что-нибудь, вот, то если человек не потерял, как говорится, разум от всех этих вещей, вот, то он достаточно быстро может отказаться от всего, достаточно быстро. То есть потому что перед лицом усмеждение опасности, каких-то других обстоятельств, все остальное, оно теряет ценность очень быстро, понимаете? Но когда человек находится в таком, ну, обычном рабочем режиме, без всякого там экстрима, как правило, он не спешит, поэтому иногда Кришна, создавая какие-то определенные ситуации, стимулирует этот процесс, когда он хочет, чтобы он как-то быстрее действует. Вот, то есть мы родились в материальном теле, и у этого тела есть своя карма, какой-то вот, ну, запас возможностей, который каждый человек должен получить, вот, и я могу ждать, пока, так сказать, вот стол накроется, одно блюдо принесли, там, через полчаса второе, третье, да, все по очереди, там, одно, другое, третье, вот, или, скажем так, я попробовал, там, материальную жизнь на вкус, в принципе, я примерно понял, что это такое, я говорю, спасибо, с той стороны уже не надо, я примерно понял, да, вот, то есть если я от этого всего на умственном уровне, именно на умственном, потому что освобождение от анардх, это же деятельность ментальная, понимаете? Допустим, человек, который от анардх, это что, допустим, вы приходите, да, в комнату, и они говорят, вот, сидят, освобождайся от анардх, да? Приходите через полчаса, а у него тут куча мусора, да? Вот, да, молодец, хорошо, парамозал, да, все анардхи, там, совочки и запах, да? Вот, то есть это же не какие-то вещи видимые, что это такое, освобождение от анардх? Это же внутренний процесс, понимаете? Это не то, что там, в каком-то, в голуби себя, там, в сепири, обоградить, там, все, он освободился от анардхи. Нет, это, когда человек смотрит духовным разумом, при помощи духовного знания, на свое собственное сердце, и без всяких иллюзий, совершенно реалистично оценивает, что вот есть у меня привязанность к тому-то, к тому-то, к тому-то. Он видит все эти моменты и понимает, что, если я сохраню все эти вещи, значит, фактически этим самым я остаюсь в зале ожидания дольше, да? То есть меня не приглашают еще пока посадку, там, на Лиман, Москва, Вайкун, да, не объявляется посадка, а пока не объявляется, да? Пока задержка рейса. Вопрос, по какой причине задержка рейса? Задержка рейса по причине того, что с этим, с таким состоянием сердца на Вайкунку не пускают. Да, не готовят пассажиры, да? Не поздний прилет, Римана, вот, там, не хватка топлива, а не квалифицированный, так сказать, пассажир. Ну вот, то есть это все вещи абсолютно внутренние, вот есть, сейчас, чтобы не собрать, есть такой эффективный стих в элогике, так, сейчас. Глава пятая, текст тринадцатый. 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 Мара пятая, текст тринадцатый. Глава пятая, текст тринадцатый. контролировать себя в состоянии бодрствования. То есть сны пока, может быть, мы не можем контролировать. Если какие-то вещи регулярно навязчиво приходят нам во сне, это обозначает какие-то вещи глубоко, там все какие-то глубокие корни. Если мы читаем, допустим, в «Нектарно-ставлении», первый стих, там говорится, что человек, который научился контролировать речь вспышки гнева, побуждения ума, побуждения желудка, гениталиев и так далее, вот он, его называют «Дхира». То есть я предлагаю решать проблемы по этапам. Если мы не власты над своим сном, хорошо, хотя бы чтобы в бодрствующем сознании, в будущем состоянии мы не давали хода этим вещам. Это называется «Дхира». Следующий этап, это уже получение более высокого вкуса, потому что почему какие-то вещи приходят во сне? потому что они еще, они интересны, они наполнены вкусом определенным. Вряд ли человеку будет сниться какое-то что-то отвратительное, какая-то ситуация, которая у него вызывала отвращение. То есть, скорее всего, ему будут приходить какие-то вещи, сейчас в своей жизни какого-то вкуса не хватает, и он обращается к этим своим анналам своей памяти, оттуда он черпает эти какие-то моменты, поэтому они во сне могут приходить к нему. То есть это обозначает еще вопрос вкуса. И тут нам в помощь дальше Бхагалагита открываем, глава 2, текст 59, где Кришна говорит, что живое существо способно воздержать отчувственных наслаждений, хотя вкус к нему остается. Но, увидев, или, скажем, ощутив более высокий вкус, человек утверждается в сознании, отказывается в параметре, что они вахтаты, увидев высшее, он отказывается альнейшее. То есть здесь нужно действовать, скажем так, поэтапно. Буна благости позволяет человеку контролировать себя, скажем так, наяву во внешних вещах. Вкус, параметре, что высшее вкус, это то, что уже позволяет человеку контролировать более глубинные сферы своей жизни, в том числе, допустим, сны, такие тонкие вентарные состояния. Поэтому, если вы скажете, дорогие предники, молитесь из-за меня, чтобы мне там не снился больше какой-то дурацкий сон, я сильно сомневаюсь, что это какая-то действенная мера, потому что этот вопрос он все-таки решает за счет внутреннего вкуса, понимаете? Я понимаю, это да, в смысле, как его вызывают сообщение. Парамдришта. Парамдришта это означает постоянно стараться видеть высшие аспекты жизни. Парамдришта это обозначает видеть буквально, потому что слово Даша происходит. Парамдришта обозначает высшая природа. То есть, парамдришта обозначает, что увидеть высшие и получить высший вкус. Это обозначает видеть, что во всех низменных ситуациях, в которых мы привыкли получать вкусы, этот вкус сам по себе обладает высшей природой. Понимаете? что сам вкус он выдает высшие природы. Раса это Кришна в смысле слова. Раса Вайсага Он есть Раса это один из харизмов Финанта Сутра. То есть, Кришна существует чтобы настрадаться вкусами. Понимаете? Поэтому вкус даже низменные вкусы материального мира человек с аппетитом ест чебурек какой-нибудь и ему вкусно очень. Даже этот низменный вкус встамагу и этот вкус все равно Кришна. Парамдриштва это обозначает способность видеть высшее внисше. Потому что если бы этого высшего внисше не было то никто вот этого низшего не выхожу снисвыкал. Просто это смешано с невежеством с страстью и так далее. Поэтому парамдриштва обозначает уметь увидеть всегда высшее внисше. И тогда невартатэ происходит постепенное отрешенность всех отрешенных вещей. То есть когда мы увидели Кришну во всем этом. И вот это постоянное благодаря слушанию чтению изучению общению способность из каждой ситуации видеть что она привлекательна потому что Кришна в той или иной форме присутствует это называется парамдриштва внисше. Из-за высшего ощущения времени человек понимает что вкус он сам обладает высшей природой. Тогда уже по теме времени начинает приходить вкусом непосредственно на практике. Сначала приходит другое видение более высшее а за ним уже высший вкус. Да. Спасибо. Я вот уже третий год в ИСХОНовских образовательных проектах обучаюсь и все время нам там говорят о необходимости двигших принятия чтобы в том числе избавиться от она и получить высший вкус нужна милость духовного учителя. Вот. Ну и понимаешь что у тебя уже нет всей жизни впереди и как тогда при таком раскладе когда на одного дикшу приходится 120 тысяч преданных где вообще тогда свет в конце туннеля? Свет в конце туннеля состоит в том что правильное понимание дикши что дикши это получение диле дьяны божественного знания и божественное знание мы можем получить особенно сейчас достаточно многих источников вот нет нужных стоять в очереди когда там моя 120 тысяч на очередь наступит вот пошли это прямо сейчас получать то есть правильное понимание дикши дикша как официальная церемония никто ее значимость не умаляет вот но если человек получил просто официальную церемонию самую дикшу но не находится в процессе шикши реального обучения вот тогда эта дикша она останется формальностью самый эффективный брат без реальных отношений вот поэтому здесь нужно глубже просто понимать дикшу не просто как церемонию а каждое слово оно имеет значение понимаете вот если мы слово дикша расшифровываем то получается ди это дилие яма божественное знание а кша это попасть ислам кшаям после чечения от грехов и просто по опыту могу сказать что дикша как церемония формальная если она не поддерживается шикше она не освободит вас нет чего это называется неправильное понимание дикши неправильное вот когда обряду без вот этого глубинного понимания что дилие гианы и очищения грехов когда этому обряду присваивается непомерно важное значение в то время как это значение есть в том случае если оно поддерживается процессом дачи божественного знания и практикой очищения так вот практика получения знания и очищения сейчас она дикши впрямую не зависит впрямую то есть дикша помогает как вдохновляющий фактор как благословение духовного учителя это все есть это все важно но учитывая наш нынешний дефицит в этом вопросе и том что я же не могу ждать пока там решит все вопросы то есть мы ничего и не ждем то есть духовное знание сейчас доступно из многих каналов одним из больших плюсов и скромным является то что у нас много хороших серьезных проповедников и никто из них не говорит вы не можете слушать мои лекции пока у меня дикши не получите фау это обозначает что все доступно знание доступно а дикша как ритуал она желанна она хороша но она должна быть естественна она должна рождаться из естественных отношений вот и скажем так она как-то с течением времени может прийти вот даже если она не придет как вот официальная церемония по меньшей мере вы получили если вы открыли свое сердце да ведь мы видим Арджуна он не получал посвящение от Кришны формально он получил от него Дидия Гьяна божественное знание действовал в сознании Кришны вот то есть это не обозначает что мы должны забыть про Дикшу нет никто но поскольку организация сказать немножко может быть отстает от требований времени да вот и мы не можем никак ждать всяких вещей мы используем альтернативные вернее не альтернативные а первые значения слова понимаете потому что первое значение слова Дикши это получение духовного знания и были времена когда не было книг допустим да и не было всяких записанных лекций вот не было никого вот этот вот человек я тоже перед ним пранипат упасть перед ним в поклоне и вот задать ему разумные вопросы и послушать ему тогда он что-то мне откроет то есть вот в таком контексте историческом другого варианта не было понимаете а сейчас Кришна прекрасно зная все наши кальюжные заморочки он создал альтернативные варианты создал альтернативные варианты и додавая возникает вопрос почему нам им не воспользоваться ответ простой надо воспользоваться вот мы пользуемся к теме вот наше собрание если нету реальных качеств лидера которые вы перечислили да и в общем-то есть понимание что не приведешь подопечных к каким-то высшим стандартам да и уровень явно не мишки стоит ли вообще продолжить служение лидера стоит ли продолжать движение лидера если вы не чувствуете квалификацию может быть да в своем режиме потому что вот исходя из этого стиха который я процитировала не становись ни отцом ни матерью ни почитаемым полу Богом ни учителем и так далее тогда по идее все мы должны сложить свои полномочия ну хорошо общество останется без лидера все такие они станут очень смиренными я конечно же не могу давайте не будем детей рожать ничего вообще все вот станем великими личностями когда-нибудь и потом начнем так сказать размножаться достаточно смешное предложение да поэтому если допустим вы чувствуете себя не очень уверенно в этой роли можно оставаться лидером но какого-то допустим небольшого звена с четким прояснением своих свои квалификации своих полномочий и так далее вот что потому что лидерская лидерская уже не всегда воскреплена мы не можем просто отказаться от этого на основании этого сиха там курортный сосед ну что ж тогда делать вот но просто эту квалификацию ее приходится порой уже где-то как-то развивать получать в полевых условиях то есть некоторые командиры они становятся командирами уже на войне некоторые подготовлены были до войны а некоторые уже в боевых условиях так сказать по ходу дела с тобой сейчас как-то начали развивать там все эти BBC колледжи какое-то стало уже осознанное развитие лидеров что весьма позитивный важный шаг допустим меня никто не спрашивал что-то там начал говорить вообще ааа я умник да ну ты будешь нашим лидером все равно так вот все попал в заложники какие-то определенные вот поэтому всегда лидерское служение значит оно будет востребовано вот если какое-то происходит там не знаю допустим обучение квалификации это всегда здорово это все хорошо но даже если этого нет если вы чувствуете что кто-то на вас ориентируется кто-то вас верит кто-то от вас зависит хоть три человека не важно что не может же мать или отец сказать своему сыну или дочери знаешь я прочитал стих в Бхагаватан что поскольку не могу тебя освободить из круга рождения смерти я тебе лучше не папа и не мама я пошел это смешное же предложение правильно то есть здесь приходится уже вот по ходу дела не по факту что у нас есть дипломированный классный лидер весь с печатями с дипломами а по ходу дела вот то есть так праба пада начал так вот с того ни сего без какой-то базы просто как богом вдохновенно началось вот это движение вот сейчас все это более или менее упорядочивается уже слава богу вот поэтому здесь нужно посмотреть какое если вы решили сдать свой пост свой портфель нужно посмотреть кто до этого пострадает если доходник пострадает то лучше не делать этого как-то может быть или как-то делать это постепенно передавать свой портфель постепенно здесь такие люди которые знаете особенно сейчас модно стало эпатировать публику что-нибудь у него какое-нибудь решение созрело он решил что об этом должен узнать весь мир нужно написать всем что я там такой зачем столько колебаний так сказать звука спокойно так сказать себе потихонечку закрой тылы передай другим все уйди спокойно зачем это все создавать если ты не чувствуешь себя уверенным хорошо но зачем создавать беспокойство людям красиво все сделай так сказать чтобы все тебе были благодарны что ты если даже откуда ты там уходишь сделай ты просто ответственно вот и все чтобы никто не пострадал а всякие там эти громкие интернет заявления там хлопание дверью там и так далее ну очень конечно впечатляет но какой в этом смысл понимаете вот поэтому если вы чувствуете что где-то как-то все таки вы себя переоценили а вот теперь вы оценили себя более реалистично сделайте свое так сказать нисхождение с поста лидера ответственно постепенно понимаете чтобы никто не пострадал не пострадал тогда это будет надо где-то еще как кришна присутствует в нашей жизни да если вот эти вот моменты накопаться не то что кришна говорит вот да ты позвал но приду к тебе через сто лет извини вот да бывают ситуации когда кришна сказал наради что вот я там один раз явился тебе но больше я тебе не явлюсь но тем не менее он не явился может быть лично но он являлся ему другой форме форме и так далее вот поэтому ааа все зависит от нашего понимания лично безлично потому что в кришне безличный аспект бракмана материальная природа сама по себе по своим свойствам она безлична и только джимы находящиеся внутри нее они этой материи какие-то формы личностей просто бревно вырезали как будто буратино то есть личность стала вот джимы придут материя личностной формы материя безлична бракмана может быть безличным но ведь мы можем видеть все личные проявления кришны то есть все от нашего видения мы можем видеть везде божественную энергию можем видеть за этой энергией лилу кришну вот и шимат бхагава там поощряет персональное личностное видение и поэтому чем более мы личностно видим кришну вот тем более он и присутствует вот 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 если опять же этот принцип в какой мере человек придет смерть вознаграждаясь то он и обозначает что насколько я впускаю личность кришны в мою жизнь вот настолько он лично и присутствует если я сам от него откажусь какую-то философию скажу ну да это это не кришна это вишну это тут вишну майя это карма это материальные элементы это там безличная сила времени тут и все я могу сказать философски все это правильно да то есть да это все так брахман карма вишну вишну майя да все но эти же все проявления они же исходят от кришны понимаете и поэтому если я ставлю кришну на первое место тогда вся эта вишну майя это уже становится кришна понимаете это вот опять откроем боковой гитл глава 9 где 29 где кришна говорит я значит никому не завидую я равно отношусь ко всем ля 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 и так далее а второе половина стиха он говорит но тем кто мне друг я не так же друг понимаете то есть пока мы относимся к нему как к этому далекому вишну который как параматна вот так как всем нейтраль там через карму там всё и так далее мы его так воспринимаем так он и будет относиться он говорит но если человек мне друг и я ему друг а это уже всё это уже уровень бхагавана Кришны понимаете поэтому это не то что Кришна решил что там столько-то лет вы со мной общаетесь через закон кармы в форме вишну там брахмана чего-то там еще а потом через столько-то лет я говорю ну ладно теперь я как бхагавана это от нашего сознания зависит понимаете от нашего сознания Если мы сознаем, что вишну-майя, карма, параматма и все прочее, это есть сам Кришна. Если в нашем сознании Кришна уходит на первое место, тогда нас касается вторая половина этого стиха. «Но тот, кто мне, друг, я не так же друг». А мы к нему напрямую можем обращаться или только через Кракупады? Вы обращаетесь к Кришне прямо, но вы должны помнить, откуда вы узнали о нем. Вы узнали о Пракупады, правильно, так или иначе. А Пракупады – послание с Господа Читани. То есть в любом случае в нашем сознании должна быть эта связка, что мы получили Кришну через Пракупаду и Читани. Поэтому без них мы… Но сейчас мы можем обращаться к Кришне непосредственно, однако мы всегда выражаем почтение. Мы читаем, да, у нас основные мантры, что Пранана, Пракупады, потом Пранапанчататтва мантры, просто почитать, и потом Кришна ходит. Нет, только в обыденные ситуации, я имею в виду, когда не молитва какая-то, утренние, вечерние опросы, там будет Кришна поводить, там что-то сделать. Понятно, понятно, понятно. А Кришна не будет говорить, а-а-а, ты не назвал волшебное слово, а-а-а, скажи там, Джай Пракупады… Он не формалист, понятно. То есть, ну просто вы должны чисто философски всегда понимать и чувствовать эту связь, что без Господа Читани, допустим, а почему, он говорит, что там, вот эта вот Панчататтва махамантра, она такая важная, да, потому что, хотя Кришна мантра, она простая, но поклонение Кришне непросто. Кришна, на самом деле, поклонение Божествам Кришне непросто, да. А Божествам говорит, что Читани непросто, потому что он как преданный, и он не обращает внимание там на нашу нехватку квалификации, на наше оскорбление и так далее. Поэтому, как говорится, что Барупада сам в комментариях пишет Читание Чиридама, что перед повторением Хари Кришна мантра нужно прочитать Хари Кришна, почитать вам это всё, это наставление непосредственно. Вот, и как вы забудете, если такое наставление? Вот, но понятно, что в день, может быть, раз уже прочитали, или два, там, и про нау, там, и прочитать, вы теперь обращаетесь к Кришне. Может быть, не нужно каждый раз, там, вот это вот всё, всё это, там, как бы, там, допростоят меня мусульмане, да, вот, если, там, Мухаммед, там, мир ему, ну, слышишь, вот, Мухаммед, мир ему, мир ему, всё, каждый раз, вот, и каждый раз, вот, упоминая Иоанн, будет, там, мир ему, мир ему, мир ему. Я не знаю, это, может, их этикет, я не знаю, может, так полагается, но, скажем так, здесь форма, она должна быть, но она не должна запоминать содержание. То есть, понятно, что вы понимаете, да, что Пады, Господь, Читание, вот они нам дали Кришну, всё хотим нам дать, вот, и вы выразили почтение, теперь вы обращаетесь до Кришне, если вы будете там, там, всё, дра-дра-дра-дра-дра, всё это вот, как каждый раз повторять, ну, немножко тоже, чуть-чуть, какой-то генето искусственности появляется, понимаете. Поэтому, философски мы всё понимаем, откуда мы узнали Кришну, вот, но в каких-то отношениях мы можем быть вполне, вполне непосредственно. Скажите, разве виспевание святых имён в форме маха-мантры это не прямое общение с Кришной? Ну, вот я только что сказал, что это прямое, но мы же поём пранаму, сначала Пракхупати, потом Панчхитату мантры, потом Харе Кришна мантры. То есть всё равно есть определённая последовательность в статистике. Потому что Кришна, Он высок, ну, вот, если, скажем, вы и скажете мне, я хочу поклоняться Бадхасталам Радхи Кришне, можно? Я скажу, что до поры до времени, может быть, не надо, потому что это очень сложное поклонение, вот, но если вы поставите там изображение Панчхитатвы или воспрочитание, то пожалуйста, потому что это как раз и есть наш вход в Кришне. Вот, поэтому это прямое поклонение, но, всё-таки через глупаратор мы поём пранаму, мы поём почитаться на автопадам. Панчхитатвы Панчхитатвы